Африка Когда-то Африка для времён Николая Гумилёва, она была тем же, чем для нас сейчас является космос. Там есть эти темы, они, безусловно, темы такие, знаете, новые, другой вселенной, другого мира, другого пространства, неизведанного, неизученного от этого страшного и прекрасного одновременно. Мы сделали музыкальный спектакль. Он не заменяет вам стихи. Это не аудиокнига, потому что, когда вы один на один с текстом, у вас свои личные взаимоотношения с ним. Это немножечко другое. Может быть, мы говорим об этих стихах, возбуждаем к ним интерес, в хорошем смысле этого своего. Как здорово, что я могу поделиться со своим зрителем, ну, не только там, как я попу накачала, там, я не знаю, ну, или что, ну, с чем ещё делятся. Или не то, что я купила там себе Бентли какой-нибудь. Или вот, понимаете, что я могу своего зрителя вовлечь в непростой материал. Особенно сегодня. 15 секунд ток, сколько там, минуты Инстаграма. А увлечь зрителя на час Гумилёвым с очень сложной музыкой, которую играет Пётр. Ну, это... это хорошая цель. Я взяла тексты Гумилёва, я всех распечатала, я их разложила и стала пробовать. Знаете, что делать? Прочесть это. Это про честь не так просто. В пенных клочьях весёлое море, а за морем ущелье Дарфура, галереи леса Кардафана и великие воды Борну. Вот я через каждое слово... Что это? Господи, что это такое? Борну? И чем больше я вот в это как-то втягивалась, тем интереснее мне становилось. Вообще в мечтах так, вот чтобы зритель сел, и даже если он чего-то не понимает, каких-то слов и чего-то, чтобы он вместе с нами, как в VR-очках, пролетел вот эту Африку, побывал в этих племенах, увидел этих девушек с обеновой кожей. Для нас это символ Африки и символ кожи, у меня барабаны кожаные, кожа это вообще нечто очень чувствительное. Она ощущает, дышит. Есть в этом что-то чувственное, что ли? Может быть, в этом и есть такое немножко с ног на голову, что эти мужественные стихи, а мы выбрали такое очень чувственное название.